Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что ваши чувства, которые вы испытываете, ваши эмоции, которые вы ощущаете сейчас, на данный момент, они, на мой взгляд, имеют все основания для того, чтобы быть, они, на мой взгляд, имеют все причины для того, чтобы существовать. Вот. То есть это нормально абсолютно, что вы испытываете такие чувства. Вот. Но только, я бы сказал, я бы сказал только, без ребенка. То есть ребенок, сам по себе, вообще ни при чем. Вот здесь. Он не имеет отношения к вам, не имеет отношения к вашему текущему состоянию. Вот. Вообще, ребенок ни при чем. В контексте того, что вы чувствуете и испытываете. То есть, еще раз, чтобы вы правильно понимали. Ваше желание, ваши потребности при чем? А ребенок, сам по себе, абсолютно не при чем. Знаете, какая история? Почему так? А потому что нельзя мечтать о ребенке. Нельзя мечтать о, к примеру, сыне. Нельзя мечтать о поле ребенка. Да и о самом ребенке, в принципе, мечтать тоже, в общем, нельзя. Ребенок, это, как бы, самостоятельная, самостоятельная такая фигура в отношениях. А вы мечтаете о ребенке. То есть, понимаете, вот тот факт, что вы о нем мечтаете, говорит о том, что он, ребенок, вам для чего-то нужен. Знаете, какая ссора? Но важный момент здесь заключается. Важный момент. А для чего вам ребенок? А зачем вам ребенок? А почему вы мечтаете о ребенке? Понимаете? Понимаете? Какая ссора? Вот это, на мой взгляд, и является самым важным здесь. Понимаете? То есть, и ваша депрессия, которую вы испытываете. Вот. И то, что вот вы говорите, значит, про негатив мужа, про то, что вы, значит, старались узнать пол ребенка. Это все, по факту и по сути, это все ваши желания какие-то, которые вообще никак не связаны с самим ребенком. Вот. И вам нужно определить для себя, взять ответственность на себя за то, что вы хотите. За то, что вам нужно. Понимаете? То есть, ни в коем случае нельзя, к примеру, лишать себя того, что вы хотите. Вот. Ни в коем случае нельзя как-то, ну, ограничивать себя в этом. Нельзя. Нельзя. Этого нельзя. Нельзя. Делать. Но. Нужно адекватно свои желания реализовывать. По какой-то причине вы не можете воспринимать ребенка как, ну, как, как радость, как счастье, к примеру. И так далее. Вот. Почему так? Почему вы не можете этого делать? Нужно выяснять. Вот. Ну и, собственно, депрессия ваша, да, именно депрессия как такова. На мой взгляд, не то, чтобы, прям, вымышленно, но депрессия, по сути, означает, что вы, грубо говоря, не получили, или не можете получить того, что вам нужно. И за это, за то, что вам нужно, представьте себе, ответственный ребенок. То есть, не вы ответственны за это, а ребенок. И вот у меня к вам возникает вопрос. Вы считаете это нормальным? Что за то, что вы почему-то, по какой-то причине, мечтали о ребенке, именно о сыне. Теперь получается, что дочь нежеланна. Подумайте сам, подумайте сам. Можно ли предсказать, ну, пол ребенка? Можно ли сделать так, чтобы, вот, родился именно, ребенок, эм, того пола, которого вы хотите? Нет, нельзя. Такого сделать нельзя. Но, по какой-то причине, вы, видимо, считаете, что можно. Подобные истории, когда вы имеете право, когда вы можете ждать того, что, эм, значит, родиться определенным, ну, ребенок определенного пола, да? Вот. И почему-то считаете это для себя возможным. И, собственно, я хочу, чтобы вы для себя вот этот момент, момент, определили. Как, как именно для вас стал возможным тот факт, что вы серьезно надеялись, что родиться именно мальчик. А, вот. Проследите, проследите за этим желанием, проследите за этой потребностью. проследите за этими ожиданиями своими. Постарайтесь увидеть, откуда они взялись эти ожидания. Причем, не нужно думать или не нужно считать, не нужно балагать, что это что-то плохое, то, что вы испытываете. Это нормально. То, что вы испытываете, это нормально. Просто, по какой-то причине, вы сами свои желания не реализуете. И, все, что вам нужно сделать, по сути и по факту, все, что вам нужно сделать, это отделить, отделить то, что вы хотите. отделить то, что вам нужно, об того, что представляет из себя ребенок. Потому что, ну, это, как бы, разные вещи совершенно, да, я надеюсь, вы понимаете. Вот, по сути и все. Поэтому, никакой прагедии, никакой прагедии не случилось, ничего страшного не случилось. Просто вы столкнулись с тем, что ваше желание, возможно, ваше желание вместе с мужем. Вот, ну, чрезмерно зависит от других людей. Вот, в данном случае, это может быть ребенок. Ну, это может быть и, в принципе, что-то еще. Это может быть, в принципе, и кто-то еще. Ну, все, так что, я думаю, страшного абсолютно ничего не случилось. Вот. Совершенно непонятно мне, почему муж должен высказывать негатив. То есть, я понимаю, что, может быть, он тоже ждал сына, хотел сына, но просто поразмышляйте на эту тему. Просто поразмышляйте, для чего самостоятельному, состоявшемуся, успешному, реализующемуся или реализованному человеку, зачем ему именно сын? Не нужен. Вы увидите то, что сын такому человеку не нужен. Вот. Вы увидите это. Тот же вопрос вы можете, в принципе, задать и себе сам. Вот. По поводу чего я, к примеру, испытываю депрессию. Чего я ожидала. Да? К примеру, опять же. Вот вы говорите, что ничего не хотите. О чем это говорит? Что вы ничего не хотите? А говорит это, собственно, о том, что раз вы ничего не хотите, значит, для вас какие-то вещи, которыми вы, к примеру, живете. Да? Вот. Но они для вас, возможно, не так важны. Вот. Вот и всё. Следовательно, если какие-то вещи для вас не так важны, если для вас, ну, какой-то вид своей деятельности, вашей деятельности не так важен, что, может быть, имеет смысл переоценить ее, свой вид деятельности, может быть, имеет смысл переоценить. Почему вы настолько сильно зависны от ребенка, который, заметно, еще даже не родился. Вот. В общем, то, что я хотел бы сказать вам по поводу данной истории, это то, что я вижу здесь у вас определенную личностную недрелость. Как у вас, так, простите, и у вашего мужа. И я не знаю, присручиваетесь ли вы, присручиваетесь ли вы к тому, что я говорю или нет, потому что вы пишите, что не знаю, что с собой делать. То, что как бы настораживает, там, что отсутствует какой-то такой, знаете, ну, общий запрос, да, отсутствует его, по сути, или нет. Вот. И, я не знаю, присручиваетесь ли вы, в общем, к тому, что я вам говорю или нет, но одновременно могу сказать точно, что вот то, что вы описываете, смело можно назвать переносом. То, что вы делаете спасающего ребенка ответственным за свои желания. Вот. На мой взгляд, это не выдерживает никакой критики, на мой взгляд, это неприемлемо, потому что, ну, ребенок, он не может отвечать за взрослых. Вот. Никак. Самочного ребенка. Он не родился еще. Он, его нет. Вот. А взрослым, если они готовятся с родителями, мы будем все-таки обладать определенные зрелости. Вот. А зрелость означает независимость, автономность. Вот. То, что вы видите, демонстрируете с мужем, а никак назвать вот автономностью, да, ну, я не могу. Вот. То есть, ну, может быть, вы считаете, что вы уже, может быть, вы считаете, что вы готовы, может быть, вы считаете, что, ну, что, что вам уже можно, чтобы, собственно говоря, становить родителями. Ну, лично я, лично я, так не считаю, я считаю, что вам, родителями становиться ещё рановато, раз вы, ну, так сильно переживаете по поводу повода ребёнка. Вам, ещё, вам, ещё, что-то нужно для себя, это неплохо, это неплохо, просто это требует определённой остановки, сказать стоп себе, к примеру, сказать стоп мужу, к примеру, посмотреть, насколько вы удовлетворены, к примеру, опять же, да, посмотреть, насколько вы самостоятельны в принятии решения, ну, как, ну, вот, просто в принятии решений, которые, которые вы принимаете, вот. То есть это всё надлежит, скажите, посмотреть, это всё надлежит поисследованию. И когда вы подкорректируете свою модель поведения, когда вы сможете сказать, что, в принципе, мы просто готовы к ребёнку, да, то есть неважно, неважно абсолютно, какой это ребёнок, главное, что это ребёнок, и главное, что он наш, и главное, что мы дадим жизнь новому человеку, вот тогда, на мой взгляд, вы будете готовы иметь детей, иметь детей. Это я вам как специалит говорю, как профессионал. Я понимаю, что вы можете мне не верить, я понимаю, что вы можете сказать, что как-то так, мужчина там, к примеру, всегда хочет сына, вот, это общепринятая практика, вот, ну, я могу на это сказать только то, что, опять же, это стереотипы, да, а меня, в общем и целом, меня стереотипы вообще никак не интересуют, вот, меня стереотипы не волнуют. Вот, поэтому, 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 я надеюсь, что вы всё-таки, вот, буду прислушивать ко мне, я надеюсь, что вы всё-таки сделаете для себя какие-то выводы, вот, и я надеюсь, что всё-таки вы, как-то вот, может быть, пересмотрите свою позицию, вот, как-то, как-то вы всё-таки посмотрите на неё по-другому, вот, потому что сейчас, на данный момент, ситуация выглядит абсолютно ужасно, вот, и я бы сказал, что даже по-детски, вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. А я надеюсь, что помог вам, задание простите, если было что-то неприятное, вы чувствуете правду, вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего, всего, всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...